А идите на Ифаще к погибшим овцам Израилевым, сходя же проповедуйте, что предвидело царство небесное. Слова всем известны, и они считаются в храме, но сколько же в них заложено скорби и печали к погибшим овцам Израиля. Как они могли это выслушать? Даже те, которые приняли погибшие, значит, мертвые. Выброшенные. Но, оказывается, пророки об этом уже говорили. Я всегда ставлю вопрос, то, что говорил Христос, это и шокировало или нет, удивление великое ли было, что новое принес? А он постоянно, Христос, говорит, я не новое принес, а старую заповедь говорю вам. Иуда 1.12 И говорит, они деревья бесплодные, дважды умершие. Вот люди получили послание, считаете, и друг на друга посмотрели. Бесплодные. Ну, как же бесплодные? Ну, речь, конечно, идет не о том, сколько ребятишек, что построили дома, садили деревья, виноградники. Речь-то шла тут понятно о духовном. Как же бесплодные? Ну, мы друг другу помогаем, молимся, в храм ходим. Бесплодные, дважды умершие. Вот такое-то послание, конкретно получить, одно дело там. Я еще перекладываю на себя, с другой нации, на другое временные формы, а конкретно-то получить, да точно мне это сказано, так как оно будет? Солом 57.5 Яд у них, как яд змеи, как глухого аспира, который затыкает уши свои. А к кому это он говорит, Давыд? К людям, живущим тогда. Он к ним не может достучаться. Но вот и погибель, раз не может достучаться, они ничего не воспринимают. А мы можем достучаться, когда Слово Божие на каждом шагу стараемся дать. Пошел ты со своим Евангелем. Они нас обзывают, баптистами, сектантами, как угодно называют. Аспид и глухие попы, аспид глухой архиерей. Все оглохло. До Слова Божия заговорил, кто ты должен замолкнуть, небеса обнимают. Земля крепещет. Деяние 7.57 Я отдельную тему стал разрабатывать. Думаю, Господь позволит вам ее принести. О чем беседовали люди в заключении? Интересная тема такая. Она у меня почти готова уже. Они всегда начинали говорить или от имени Бога, или во имя Бога. И всегда заканчивали самым больным местом. Кажется, проповедь достигла цели. Внимают, рты раскрыли. Думаю, почему же они говорили? Стал дальше смотреть, да Господи, они же тебе подражали. Вот читаем Евангелие от руки. Они внимали, и благодать исходила из ушей его. И Господь сразу, сразу, мгновенно меняется обстановка, схватили побед. За что? А он показал, вы, избранный народ, вы хуже язычников. Вы не просто хуже, а вы никто перед изыщиками-то. Вы-то погибшие. Я вам уже не раз говорил, о тем-то никто не говорил. А по делам-то поступает иногда намного лучше, чем вы, бога избранный народ. Вот, во всей стране не нашлось ни одного человека, который победил бы не Эмана. Он более приближен был к Богу. И Христос прямо сказал, он ни к кому же благодать не пришла через девятия. Или я. Да прошел бы в любой день, постучался, как любая тебя еврейка пустит. Нет. Сареп, да еще Сидонскую, это языческий город. Да нам же сдать-то нельзя. Можно, но уже, говорит, заставит он еще есть. Бог дал под приказанием, и Христос этот факт привел им. Очевидно. Они-то думали, мы-то не такие, а сравнить с тем временем-то надо было. Погибшие овцы. Я когда читаю, да что мне до этого Израиля-то, две тысячи лет назад. Меня интересует сегодня. Я другой раз не могу ничего делать. Я выйду во двор, мне кажется, у меня слезы плещутся выше головы. Господи, что сделалось с народом? Почему никто не слышит Слово Божие? Ни крестины, правильно они знают, ни смерть, ни жизнь, ни молитву. Пришел, отстоял и пошел. Да вот они, погибшие овцы России. И заблудили-то попы. Спрятали Слово Божие. Мы вплотную подошли к каре. Бог нам дает только выбор. А чего вам умереть? Это не Израиль, сказано нам. Это образы для нас написано. Израиль для нас учитель. Это были образы для нас. Какие же мы счастливые. Сколько нам учителей Бог дал. Мы свою историю не знаем, и из нее не можем научиться. А о чем мы там научимся-то? А израильскую историю каждый день читаем, читаем, и все переносим к себе. А если просто там, и было... Нет. Оно не умерло. Оно жило все сегодня. И вот он говорит, Степан, вы жестоковыми, люди с необрезанными сердцами, хотя по форме вы обрезаны, но они закричали громким голосом, затыкали уши свои, единодушно устремились на него. Да какие же это овцы? И потом громким голосом у них и голос, оказывается, хороший был. И они дружные какие все были. Да кто-то к вам пришел-то не изыщий, и к вам же, евреи, пришел. А он показал, вся цель заключалась в том, что вас привезли в царство, вы этого не поняли. Мы звезу римпана в пустыне сделали. Он им напомнил, что вы богоотступники. Русским-то людям сегодня начали напоминать постоянно. Крестились неправильно при князе Владимире, никакой проповеди не было. Начали рыть горы, монастыри. Попутно летуют. Вот так же единодушно устремляются через печать, что угодно, ничего не меняется. Мы только тамошним привезли даже сюда. И говорит, что? Иди к погибшему овцам дома Израилева. Ну и что? Ходя же проповедуйте. Погибших овец не надо зарывать, их надо превращать в живых. Ходя же проповедуйте и говорите, что приблизилось царство небесное. Блаженный капиллак говорит, что царство небесное называется Христос, владыка этого царства. Он приблизился, он пришел. Единственное, что может сегодня возродить Россию, церковь поднять, только проповедь о царстве небесном, о Христе, что он умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Ну, читаем об этом и 6-12. Когда они возбудили народ, там написано «Керенец» или каких только не было, я посмотрел, как будто пять частей света. Кровожадность. Вторая книга «Сарс» 21.1. И вот три года был голод. А почему? И, наконец, ответ прозвучал. Ради кровавого дома Саула. Ну, у нас что, такие правители были хорошие. Почему все эти несчастья на Россию-то обрушились-то? А может быть, ради кровавого дома Николая II? А может быть, раньше ради кровавого Ивана Грозного? Может, ради кровавого Петра I-то? Ну, немножко-то в историю войдем-то. Вот почему эти несчастья, этот голод на Украине, эта война, да, она могла и не быть. Каждый народ найдет, сто раз проиграет, одну победу выиграет, и теперь каждый год празднует. Афганистан празднует победу над русскими. Обязательно хоть сто раз проиграет, ну, когда ты один раз выиграешь, нет? То забыто. Так нам надо поражение помнить, а не победы. Поражение. Исайя 1.4. Увы, народ грешный. Народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили праведного, святого Израилева и повернули назад. Вот оно, погибель-то откуда-то за 700 лет. Значит, когда Христос сказал, что погибшие, вы знали о нет, и знали, что они являются ловцами и погибшими, да почему же никто не выпиял? Один пророк Исаия говорил, и они приняли от него, нет, они его убили. Предание говорит, что перепилили его пилой, чтобы мог его сделать более продолжительным. Это один из самых величайших пророков. Его иногда называют Ветхозаветным Евангелистом за 53 главу. Пророк Иеремия, пророк гнева и печали, 44.11. Господь говорит, я обращу против вас лицо Мое на погибель и на истребление всей Иудеи. За что вы оставили закон Мой, говорит Господь? Бог, который им открылся, которого они знали, который дал законы им, я обращусь к большему врагу, чем я, ни у кого не будет, ни у одного народа. Я обращаю все это к моей России. Да ведь в мире не было за 2000 лет, чтобы такую катастрофу потерпела церковь. И ни разу нигде не говорят, нигде. Ни в печати, ни за рубежей, ни здесь. Ни у кого не прочитал, ни у Пиапана Затворникова, ни у Иоанна Кронштадтского, что это все за то, что спрятали закон Божий от народа. Ведь они все повинны в этом. За то, что поставили цензоров, чтобы слово живое не проникло в народ. Об этом говорит пророк Исаия, 13.1. Ефрем был высокий, но сделался пораженным. А они сами, те, которые жили, и фремляне, они этого не видели. Закрыто, никто не видел. И вот сегодня по-прежнему Святая Русь, вернусь в Старую Русь, вот мы смотрели в воскресенье, они помешаны на этом. Это полное помутнение разума. Великая грешная Русь, только так можно говорить, Русь беспокаянная. Русь, не принесшая Богу плодов. Русь, которая не знала Бога и Его, и Его даже не знала. И поэтому и постигла все, потому что все это написано для нас, застигших последних веков. Иеремия, 50 глава, 6 стих. Народ мой был, как погибшие овцы. Это далеко до Христа еще было. А почему? Пастыри их совратили с пути их. Причина-то в попах, в монахах. С пути они разогнали их по горам и сделали добычу всякому зверю. А раз истину не знают, к сектантам, куда угодно, в любые партии повезли. Ответ-то только один. Матфея, 15-24. Христос говорит, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Я не видел, чтобы взбунтовались израильтяне на эти слова Христа. Погибшие, они с этим соглашались. Но когда говорили, что вы хуже язычников, и Павел говорит, да это место слушали. Все Павел говорит, и Бог послал меня, далеко к язычникам пошлет. Стали метать пыльно, бросать одежду и истребить такого. Да, мы погибшие мертвы, но среди мертвецов мы самое хорошее. Да, мы погибшие провоняли, но среди вонючих мы самое хорошее. Это наше положение ведь. И все время Германия, могучая, владыщица полей этих морей Англии, а мы, мы, святая Русь, не зря так нас называли. Да по безумию назвали. Нигде ничего не подтверждается тем, что народ знал Слово Божие. Без Слова Божия не может быть этой святости. Плачь Иеремии 2-2. Нам не хватает Иеремии, который плакал бы. Надо просить об этом, чтобы Бог дал слезы. Погубил Господь все жилища Иакова. Не пощадил, разрушил ярости своей. Отвергся, как нечестивш. Вот он это понял. Вот за что нас Господь покарал. Он отвергся России. Он бросил ее на растерзание зверям. Я на этой неделе был в краеведческом музее. По делам, ну и попутно, пока никого не было, я говорю, а можно походить? Посмотрите, какие газеты 17-20 год против попов и там все это попы с империалистами против уничтожить. И люди, все имена, а я стоял и смотрел. Господи, а где же они сейчас эти есть? И священники-то ведь не понимали ничего. Эти-то люди просто шлепое орудие были в руках, может, Божьих. Когда Бог дал сатане власть, тризну справят на Руси. Священники-то идут на расстрел, видно, что последние часы, и видно, ничего еще не понимают. Это ваши вчерашние прихожане. Из Икиев 22-30. Искал я их, кто бы стал в пролом, чтобы я не погубил, и не нашел никого. Пролом где? В законе Божием. Кто бы стал во всей стране Израиля и ни одного не нашел. Из Икииля 43-8. «Я погубил их во гневе моем, говорит Господь». Осия 13-9. «Погубил ты себя, Израиль, и твоя опора была только во мне, говорит Господь». «Погубила ты себя, Россия, ибо не знала Бога совершенно». И это видно по тем книгам, какие были тогда. Хорошие книги, считаешь, высоко духовные. Библия не на первом месте. К народу Божию прямо не было посла, чтобы дома занимались, словом Божиим вообще нет. Но книги-то буквально последние годы перед революцией. Видимо, уже дальше некуда было. Господь дал последний глоток воздуха. Иуда 1-5. «Господь избавил народ свой из земли египетской, потом неверовавших погубил». За что? За неверие. «Так уже избавил, вывел». Погубил, зарыл в песок. Заботиться надо о вере. Это главное. А не о большой державе, о морском флоте. Только считаешь, у царя одна была забота. Сирахов 9-3. «Золото многих погубило». Какая богатая Россия, какой крепкий золотой рубль у них был. Вот считаешь, совершенно как будто никакого Бога не было. Нигде, ни разу не пришлось прочитать, чтобы царь сказал, вы же христиане, воевать не надо. Ну подумайте, зачем нам это все нужно? Нигде. И никакого предела нигде не было. Ну завоевали уже самая большая земля, которую не обработать, не обиходить. Ну остановитесь на этом, на север, на юг, порт Артур. Посмотри, где порт Артур-то находится-то. И Маньчжурская дорога-то где идет? А сегодня Китай предъявляет претензии до самого Урала. Да оно и понятно. Когда-то мы должны посмотреть, что у нас лишнее. Премудрость 12.14 Ни царь, ни Василий не в состоянии явиться тебе на глаза за тех, которых ты погубил. А как же ходатай, молимся Серафим Саровский, Никто не может из ходатайствовать прощение тем, которые восстали против Бога. А вопрос, а когда восстали? Да тогда, когда отступили. От чего отступили? От закона Божия. Пастыри их разогнали, они сделали добычу. А вот эти слова-то, если бы врачей-то, ну где-нибудь, хотя бы при Петре Первом говорили. Да нет, каждый царь тянул на себя. Марк 10.16 Кто будет веровать и крестить, все спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Игра во всякие религии закончилась. Какие мои родственники? Если они не веровали во Христа, никакой пользы не будет. Кто будет веровать? Естественно, кто будет веровать и обрезывать, все будет, и спасен будет. Нет, то все кончилось. Кто будет веровать и креститься. Не тот, кто будет веровать и в храм ходить. Кто будет веровать и правильно креститься, спасен будет. Деяние 18.8 Многие с корейцем, слушая, уверовали и крестились. А что слушали? Проповедь Евангелия. Ну пусть покажут, когда, не считая Перми, Стефан Пермский проповел и Иннокентию, северный народ, но остальное это нет. В обязательном порядке солдаты, полковые священники, на кораблях вели, специальное ведомство военного духовенства было. А что в общем-то со священным писанием? Салмопелис Давыд 144.11 говорит так. Да проповедует славу царствия твоего за тысячу лет до Христа. Матфея 24.14 И проповедана будет сия Евангелие царства по всей земле. Потому что, если погибшая овца оживить может, и будете проповедовать Евангелие царствия. Евангелист Лука 9.2 И послал их проповедовать царствие Божие. Поскольку? По два. Вот все крестные ходы закончились. Да если крестные ходы все расколотить, по два, да в разные стороны направить, какую бы пользу-то принесли? Вот как помешанные какие. Вот смотрю на крестные ходы, читаю, ко мне журналы прилились, только руками сплечнешь и все. Ведь опять гребет беда, где-то рядом-рядом беда. Совершенно в Евангелии не смотрят, ничего не знают. Деяние 19.8 Придя в синагогу, Павел небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя из Слова Божия. Ну когда какой поп приехал или архиерей, чтобы он с народом был и три месяца никуда не торопился, не собирал ризы шапки своих, а проповедовал и удостоверял бы. Где? За тысячу лет? Один случай. Ну стали некоторые против, но как некоторые из них не верили, злословие в путь Господень, то перед народом, говорит, то он оставил их и стали отдельно собираться в каком-то училище, в университете. И так до двух лет продолжал вести занятия. Где один случай такой? Где? А что противоречили? Это совершенно естественное явление, мирские люди противоречили. Когда кого противоречили, от кого отделил? И отделил не богослужение вести. Сейчас пишут, патриарх пустили молву в интернете, патриарх умер. А он не умер. В Швейцарии был в наилучшей клинике мировой. И вернулся, и пишут, вот поверьте, он живой. И заголовок, патриарх отстоял два часа. Конечно, здорово. В годах человек больной, и он все-таки отстоял. Да чего же отстоять-то? Да полежал бы ты. Да лежа бы проповедовал. Почему не сказали, что два часа он лежал и шептал в микрофон, а усилители везде разнесли благую вещь? Ведь не было этого. Прошептать-то он мог что-нибудь-то. Сегодня может шепот на весь мир раз... Нет, он отстоял. Вот это вся наша вера. Они даже не знают, что пишут. Деяние 20 глава, 25 стих. Прощаясь, Павел говорит, между которыми я ходил, проповедуя Царствие Божие. Когда прощался архиерей со своей пастрой и сказал бы, среди которых я ходил, проповедуя Царствие Божие. Ну вот здесь был, в Новосибирске. Он уезжал. Уезжал и сказал, 13 лет я у вас был архиереем. Ни одного священника у меня искреннего не было. Одни лицемеры. Был один человек, который мне правду в глаза говорил. Все пришло. Михей на свое место и встал. Нам необходимо день и ночь заботиться быть верным Господу. А что бы ты ходил? Я его призывал. А он вот так похлопал себя по огромному животу. Говорит, Абигнатий, ты зовешь меня. Ну куда же я пойду? Я говорю, давай выйдем вот рядом в магазин сейчас. Выйдем и начнем свидетельствовать продавцам. Они вас знают. В прошлый раз у полмашины только вам вина, водки привезли. Ну они же все знакомые вам. Ну пойдемте к полномоченному, к руководителям. Я скажу, нигде не встретил нынче человека, а я вчера был где-то, наверное, около десятка организаций прошел, чтобы люди не хотели слушать о Христе. И не просто хотят, а дела свои оставляют и сидят слушают. Мало того, подождите, вот у меня начальник еще побежит в другой кабинет, я еще его привлеку. Да не две, не три минуты, а по полчаса. В народе есть жажда. Овцы рассеянные ничего не знают. Какое поле деятельности? И Павел говорит, между которыми ходил я проповедуя Царствие Божие. Вот мы будем уезжать и скажем ли так, я же был в этой общине, я посещал вас, ходил проповедуя Царствие Божие. Вот только этим надо и запомнить все. Деяние 28.31 Я проповеду Царствие Божие. Говорил он об Иисусе в Христе со всяким дерзновением и невозбранно. Это все к тому, чтобы погибших овец России поднять на ноги. Другого лекарства нет. Никакие прививки, ни уколы, ни вакцины не помогут. Единственное, Павел говорит, Матфей говорит, Иисус сказал им погибшим овцам Израиля и сразу же, ходя же проповедовал. Ну, непонятно, что это лекарство. А эти овцы воскресли, воскресли. Из них апостолы получились. Потом три тысячи сразу людей. Вообще-то, говорят священники, народ очень слабо верит. Вот сегодня прям везде опросы, опросы идут прям в мирских газетах. Примерно один процент населения России ходит в церковь. Один процент. Всего один процент. И о никаких миллионах, которые они говорят, что там много, это все обман. Но этот процент какой? А остальные это? Да если бы сегодня мысленно вообразим, пришел бы, ну, не Христос, Павел. Ну, с чего бы он начался? Храм дайте мне. Нет, конечно. И ходил, и проповедовал. Я мысленно пристраиваюсь к ним рядом сзади бы, где-нибудь посмотреть, как он будет. Я думаю, ничего бы другого он не делал, что наши братья и сестры делают. Куда? Отойдутся на остановке. И дальше приглашают в училище тирана. Все как надо. Считая такие места, многим известные, вы в самой сути из них излетите. Поскорбите об Израиле, который не знает Христа. Они наши учителя, и они не уверовали, мы стоим, молимся в Господе Иисусе Христе, а они усят своих людей, чтобы имя его даже не произносить. Как мы должны быть благодарны Богу, что Слово Божие сохранилось, что мы имеем возможность читать послание и все переменять на себя. Это мы погибшие, и нас достигла проповедь. Вокруг наших жилищ, сколько таких людей, нужно искать. И об этом молитесь. Повторяю, в четверг что-то будет, и вознесет ли Господь наш ум в это вознесение. Будет ли у нас полное единение с Евангелем, вот с этим местом Писания. Не случайно, может быть, я просто по порядку сейчас решил Евангелие смотреть, и оно прямо к этому подходит. И не отказывайтесь от того, что Бог вам поручил. Не так, что я старый, я не могу, я больной, это твое поприще. Подумай, где и как сказать. Да вот они, евреи, напоминаю еще раз. Я лежал на операционном столе, не операционном, я перед операцией, перед столом. А операцию делайте, евреи. И он мне никак не помешал. А я сказал, да, я бы, что пока не помолюсь, не лягу. И что вам молить? Я уже не раз вам говорил, выхода никакого нет. До кого он что обратился? А мне и не поставлено обращать. Но у него это все в памяти. Мало того, из той истории он мне сам напоминал, при том не раз. Так это разве лучшее место? Да какое же это лучшее-то? У меня через две минуты он бы лопнул уже пузырь-то. Господь знает. Я доверяюсь Богу. Я прошу вас, цените сегодняшний день. Из четверга, я не знаю, какие нам тут условия будут подставлять, что, но только чтобы через нас Христос прославился. Что в этом будет? Вот сегодня просто не знаю. Но думаю, что Бог нашу молитву слышит. По сегодняшний день мы пока устояли. Вы помните, Бог есть любовь. И просто так, вот так бросит всех людей, никто не спасается, мы на это не можем пойти. Бог есть любовь. Главное качество – любовь. И куда бы ты ни пошел, в конце жизни твоей тебе будет поставлен вопрос, любил ли ты Бога, любил ли ты ближнего, что ты сделал для них. Аминь. Аминь.